Подготовка жилищно-коммунального комплекса Харциска к холодам сегодня тема номер один для местной администрации. Ежедневно коммунальщики рапортуют городоначальнику о ходе работ. Контролируется, конечно, и готовность к началу нового учебного года всех объектов социальной сферы, особенно образовательных организаций, детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Подробный отчет о подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов социальной сферы Харциска о текущих ремонтах, объемах выполненных в июле работ и планах на август. Вчера в ходе аппаратного совещания прозвучал из уст заместителя главы городадминистрации Натальи Бондаренко. В июле месяце осуществлен ремонт фасада дошкольного учреждения номер один, проведена замена окон в 11 и 26 дошкольных учреждениях. В августе запланирована гидравлическая отработка внутренней системы отопления трех образовательных организаций. И до конца недели завершается текущий ремонт группового помещения детский сад «Красная шапочка» и ремонт мягкой кровли дошкольного учреждения 24. На этой неделе подрядная организация благоустройства Донецк приступит к выполнению текущих ремонтов по четвертому дошкольному учреждению. Там запланирован ремонт балконов и станции юных натуралистов ремонт крыльца. На протяжении двух последних месяцев в школах и детских садах ведутся плановые косметические ремонты. Коммунальщики проводят гидравлические испытания и ревизию запорной арматуры. Привлекаются для восстановительных работ и сторонние подрядные организации, например, для ремонта крыш. Таким образом, в пяти учреждениях отремонтировали мягкую кровлю, еще в трех – шиферную. В целом, из 27 образовательных организаций «Харциско» 22 уже получили паспорта готовности. Такой документ выдан также Харцискому детскому социальному центру и пяти из семи учреждений культуры. Не отстает от графика подготовки к зиме и сфера здравоохранения. У больницы работают также в графике. Притяны установленные колосники на угольном подслепном амбулатории номер 2 поселка Зуевка. Заменен трубопровод системы центрального отопления, что составляет 100% из запланированного. И проведена ревизия запорной арматуры и также работы выполнены. В августе по здраву запланирован ремонт мягкой кровли в хирургическом комплексе в корпусе номер 4 и инфекционном отделении на Субресбанке. Готовятся встретить холода и спортивные учреждения «Харциско». В Дю США номер 2, например, обновили напольное покрытие в спортзале и внешний вид раздевалки. На очереди покраска стен. В админздании городского стадиона продолжаются работы по восстановлению кровли и лоджии. В августе заменят более 350 квадратных метров рубероида и в первой детско-юношеской спортивной школе. Результаты всех этих работ специальная комиссия, составленная из сотрудников администрации, будет оценивать в течение месяца. С понедельника начинается традиционная проверка всех учебных учреждений «Харциско». По данным Минздрава ДНР, за последние сутки в республике выявлено 37 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 5 человек с дважды отрицательным тестом были выписаны из больницы. Зарегистрирован также один летальный случай. Умерла женщина в возрасте 51 года. Таким образом, в ДНР COVID-19 подтвержден у 1866 граждан. 899 пациентов по-прежнему находятся на лечении. Выписанных уже 859 человек. Летальных случаев – 108. Из числа лиц, вернувшихся из Украины после 25 июня, у 82 была обнаружена коронавирусная инфекция. Все инфицированные пациенты получают бесплатное лечение в специализированных учреждениях здравоохранения республики. Троицко-Харциский поселковый клуб «Шахтер» сегодня был наполнен нетипичными для художественной самодеятельности звуками. 5 августа к работе на крыше клуба приступила бригада кровельщиков «Харциского окса» и подсобные рабочие, трудоустроенные через центр занятости. Последний десяток лет коллективу местного учреждения культуры после дождей и снегопадов приходилось спасать здание от просачивающейся с потолка воды. Несколько раз пытались латать крышу своими силами. Мы как могли с помощью волонтеров поселковых, если посмотреть на крышу, там видно пятнышки розовые, белый шифер, мы это все меняли местами, ремонтировали. Ну, меняли в одном месте, она текла в другом месте. Южный скат крыши оказался просто-таки в плачевном состоянии. Именно с него и начали сегодня ремонт. От того, что южный склон подтаивал зимой, а потом замерзал, шифер пришел в абсолютную негодность строить или называть состояние манги. То есть нельзя было его трогать ни по частям, ни как. Ну, мы начали обращаться к нашей администрации поселковой, к нашей главе поселка Марушка Наталье Николаевне. Она обращалась в Харциск, в Жуковой Виктории Викторовне. Я заходила к начальнику ОКСа, решетняку Ивану Николаевичу. Он приезжал сам с инженерами. Начали обследовать, что да, состояние критическое и надо бы срочно делать. Под крышей Троицко-Харцисского клуба занимаются воспитанники кружка «Веселые нотки» и репетирует местный вокально-инструментальный ансамбль. Здесь работают библиотека, кружки декоративно-прикладного искусства и художественного слова. В новом учебном году, рассчитывает директор клуба, условия для занятий будут более комфортными. Полученных по гуманитарной линии стройматериалов должно хватить на замену всего шифера. Управиться с работой кровельщики обещают до начала сентября. Вчера в Харциск была доставлена очередная партия гуманитарной помощи, предназначенная для детей в возрасте до 3 лет. Как обычно, содержимое поставки – это уже готовые наборы, составленные из мясных, овощных, фруктовых пюре, соков, каш, в общем, из всего того, что необходимо для питания детей в определенном возрасте. В целом, состав набора уже привычный мамам, регулярно получающим помощь для своих малышей. Однако, есть некоторые нюансы, связанные с выдачей детской гуманитарки. В очередной поставке Харциск получил ограниченное количество наборов. Для детей, возраст которых пока исчисляется неделями и месяцами, вчера было получено всего 33% от заявки. Начальник управления труда и социальной защиты населения Татьяна Кейдун разъяснила, как будет проходить выдача. В связи с тем, что мы получили не в полном количестве данную гуманитарную помощь, помощь будет выдаваться следующим образом. Те родители, которые имеют детей в возрасте от рождения до года, они получат, мы получили данную помощь только в размере 33%, поэтому было принято решение, что родители таких детей получат помощь в порядке очереди. То есть, 33% первых граждан, которые обратятся к нам, получат данную помощь. Кто не ее получит, будут взят на контроль и в случае до поставки будут получать дополнительно. Что же касается наборов для детей от года до трех лет, то за август помощь получат родители всех таких малышей. А вот за сентябрь количество наборов пока что тоже несколько ограничено. Получено 73% от необходимого объема. Для тех родителей, которые имеют детей в возрасте от года до трех в августе месяце, мы обеспечены полностью гуманитарной помощью, то есть 100% помощи мы получили. И дополнительно получили 73% необходимого количества гуманитарной помощи на сентябрь. Поэтому 73% наших получателей, которые обратятся в первую очередь, то есть самые первые наши получатели, получат два набора. Первый набор за август, второй набор за сентябрь. Те граждане, остаток 27%, которые придут, возможно, позже к нам, они получат один только набор за август. В случае получения какой-то дополнительной информации, либо дополнительной до поставки гуманитарной помощи, УТСЗН сообщит об этом нашим получателям, и, возможно, будем выдавать уже в будущем. Всего в Харцизке продуктовую помощь детям в возрасте до года сегодня получают порядка 500 семей, а в возрасте от года и до трех лет – 1700 семей. 6 августа 1928 года Родился Энди Уорхол, американский художник, писатель, коллекционер. В детстве Энди много времени провел на больничной койке, развлекаясь раскрашиванием газетных вырезок. Уже став профессиональным дизайнером, Уорхол поставил это детское развлечение на поток. Он с помощью трафаретной печати тиражировал свои рисунки и фотографии. Шедевры назывались «Без затей». Банка супа Кэмпбелл. 32 банки супа Кэмпбелл. 100 и даже 200 банок того же супа. Энди Уорхол говорил «Я хотел нарисовать ничто. Я искал что-то, что могло выразить его сущность. Это оказалась банка супа». Рисунки и портреты знаменитостей раскрашивались самым неожиданным образом в яркие кислотные цвета. Самое удивительное, что все это очень хорошо продавалось и более того, пользуется огромным спросом до сих пор. Уже более полувека бессмертные банки с супом продаются все дороже и дороже, становясь продуктом длительного хранения. В отличие от Уорхола, наши метеопрогнозы имеют суточный срок годности. Уже послезавтра никому не будет интересно, что 6 августа в нашем регионе была переменная облачность. Температура воздуха 29-34 градуса. Северо-восточный ветер 6-8 метров в секунду. Ночью малооблачно. Температура воздуха 23 градуса. Ветер северный 4-7 метров в секунду. Северо-восточный ветер 6-8 метров в секунду.